День в радость, время в пользу. А вы на канале есть вопрос. И сегодня я хочу с вами обсудить такой момент, что детские сады, школы, вузы, постоянно приобретается большое количество интерактивного оборудования. И вот такое оборудование мы поставляем своему клиенту одному и между тем решили предварительно его распаковать у нас, чтобы показать нашим дорогим подписчикам. Поэтому уже за это только стоит поставить лайк. А я сейчас притащу коробочку весом 54 кг, внутри которой находится интерактивный стол. И если вам он понравится, то вы захотите узнать цену. А чтобы ее узнать, вы обязательно досмотрите до конца. Ведь эта информация будет содержаться там. Ну а я пойду займусь физическим трудом. Ведь говорят, в офисе этим нужно заниматься. Ну что, друзья. Стол не маленький, поэтому и весит много. 32 дюйма как-никак. Ну, о подробных характеристиках давайте поговорим после распаковки. А сейчас займемся тем самым веселым делом. Надеюсь, упаковано хорошо. Хорошо. Этот стол под цвет, видите, моего волшебного помогатора ножика. Ну что, тадам! Итак, вот наш красавчик на столе. Давайте разберемся с комплектацией. Стол поставляется в таком виде. Вверху МДФ, внизу ЛДСП. Весит очень тяжело, чтобы надорвать пупу. Поэтому несем вдвоем. Сохранней будет. По комплектации. Поскольку у нас это интерактивный стол, да, внутри находится у нас компьютер. Нам предлагают бюджетный вариант клавиатуры с мышью, но беспроводные. А зачем нам дороже? Мы же тут печатать не собираемся. У нас же сенсорный экран. Далее. Четыре ножки. Я не стал прикручивать, потому что потом их нужно будет откручивать. А когда прикручено и выкручено, это плохо. Начинается что-нибудь шататься. Ножки у нас регулируемые. Самые то для детского сада. Под любую возрастную группу вы подберете. Все. Кабель питания я уже воткнул, как вы видите. И операционная система всем знаменитая. Windows 10. Что же внутри? 4 гига, 4 ядра. Просто, да, запоминается. 60 гигов, гигабайт, давайте правильно говорить, у нас. SSD диск, значит штука летать будет. Нажимаем, загружается достаточно быстро. Wi-Fi есть, соответственно, все, что необходимо вам показать с общедоступных источников, вы сделать это сможете, да, дополнительно провода притягивать не надо. Ну и, собственно, что вам еще надо? Как и любому учебному заведению, вам нужны игры. Ну, либо образовательные пособия. Так вот, к этому столу, который называется N-Tab Школьник 32 дюйма, прилагается 275 игр и пособий. Я не знаю, что содержится там внутри. Обещает производитель следующее. Развивающие детские игры, развивающие память, мышление, логику, внимательность, усидчивость. Специальные детские программы по математике и русскому языку. Сказки с картинками и действиями. Игры с музыкальными инструментами. Интересные раскраски. Кстати, про раскраски. У нас здесь с вами 6 касаний. Я специально заказал такой стол, чтобы дети могли заниматься группой. Обычно эта вся история начинается с двух касаний. Но вы понимаете, что один рисует, пальчик тут поставил, потом вот тут что-то пытается понажимать. И у нас это не особо хорошо работает. Потому что другие дети не могут этим заниматься. С другой стороны, что им заниматься? Ведь задание выдаются конкретному ребенку. Но тут история такая. Если можно купить больше касаний, почему бы этого не сделать? Я это сделал. Итак, друзья, чтобы проверить, точно ли нам тот стол прислали, нам необходимо запустить программу, которая входит в комплект Windows. Это Paint. Запустили. Или как ее называют многие, Paint. С таким акцентом обязательно. Для проверки касаний нам необходимо создать, собственно, те самые 6 касаний. Но мы же хотим в отсечку сработать. Соответственно, 7. Берем руку, втыкаем, и еще 2 пальца. И повели просто параллельно. Потом считаем линии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и чуть больше касаний, чем нужно было. Написано было, что я заплатил за 6 касаний. Привезу 7, попрошу еще, чтобы заплатили. Ха, вот такие дела. Ладно, это работает. У нас проверили. Давайте посмотрим игры, которые идут в комплекте. На рабочем столе у нас единственная иконка. Вот так она выглядит. Игротека для детского сада. Ну, стоит ее запустить. А звук-то есть? Что за плей? А, все, классно. То есть это мотивация к тому, чтобы я докрасил до конца фиолетовый. Как эти цвета нельзя использовать нынче. Теперь вот так. Как говорят. Так, ну и нажимаем. Работает. Отлично. Погнали дальше. Давайте попробуем выйти. Тренируем логику. Ну, давайте. С чем плохо, то и потренируем. Что лишнее? Закономерности, прятки, числовой коврик. Видите, математику нам обещали. Нати. Цветочки. Сосчитай. Составь слова. Гирлянды, формы. Стопочка. Стопочка. Давайте в стопочку. Я уже представляю. Так, чтобы верхняя находилась над нижним. А. 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 Все. Лэ. Логика. Фигурки. Распаковка. В общем, друзья, смотрите, как красим. Я разобрался. Верхняя, да, та, которая с этим. Да. Я думал, это в прозрачности. В общем, тут логику надо включать, но определенную. Поэтому берем. Я уже боюсь нажимать. Думаю, сейчас меня девушка опять накажет. Сразу видно. Папа. Дома. В разные цвета. Ну-ка давайте попробуем на двух игроков. Мы же с вами сейчас знаем, что у нас тут больше, чем одно касание. Раскрасть фигурки в разные цвета. Я один слышу, что она говорит фигурки. Что такое? Раскрасть фигурки в разные цвета. У нас же два полушария мозга. Попробуем одновременно красить разные фигурки. Раз нам так нужно говорить. Берем красный, синий и, собственно, красим. Бам, бам. Я промахнулся. А как откатить назад? А, вот так. Все. И, собственно, бам. Тут я молодец. Слушайте, у меня с логикой, ребята. Раскрасть фигурки в разные цвета. Я не могу фигурки так раскрашивать, у меня проблема. В общем, как вариант вам. Два полушария, два задания и дети должны одновременно тыкать. Кто справится, все, лайк, подписка, молодцы. Выходим из игры. Что сказать? Ну, что сказать? Ну, что сказать? Мне пока нравится. Скромный дизайн, который впишется в любое помещение. Цвет МДФ мы выбирали самостоятельно. Какого он будет, соответственно, можно при необходимости выбрать тот, который у вас подойдет лучшим образом. По комплектации мы можем выбирать количество, собственно, касаний, но диагональ 32. При этом есть возможность, и просто там уже ценовая категория, совсем другая идет, сделать что-то именно свое, такое, вот как хочу, с фиолетовыми пуговицами. Это все здесь работает, потому что производитель в России, ну, все мы понимаем, что компоненты, конечно, не российские, у нас еще технологии настолько не развиты. Ну, сборка вся производится здесь, поэтому что хотите, можно сделать. Итак, друзья, на главном экране вверху у нас есть меню, вид, помощь, игродром, сказочное образование. В игродроме мы находимся сейчас здесь вот 275 обещанных игр, направленные на разное развитие. А дальше, когда мы нажимаем на сказочное образование, у нас открывается подсказка, собственно, с описанием то, что у нас есть, и те серии, которые вы можете докупить. Серия «Умный ребенок», серия «Домашний учитель», так, назад, серия «Ученые сказки» и серия «Новые русские сказки», чтобы вы понимали, в этих сериях много игр. Вот в «Домашнем учителе» он уже рассчитан на детей даже средней школы, да, если здесь у нас с двух до семи лет занятия в «Умном ребенке», то в «Домашнем учителе» уже возрастная группа другая. И очень важно, что вы можете расширить функциональность своего стола, докупив вот эти игры. Это прикольно. Еще что прикольно, что это операционная система Windows. Почему? А потому что все материалы, которые у вас есть, которые вы приобретали ранее, те же развивающие игры, они могут здесь работать. Если раньше на компьютере дети водили мышкой, то сейчас они будут тыкать пальчиками. Соответственно, возрастную категорию мы чуть понижаем, а интерактива добавляем. Соответственно, мотивация у детей, она влетает в космос, а вы становитесь лучшим воспитателем или лучшим заведующим этой замечательной планеты. Поэтому интерактивные столы, конечно же, это история для образования. И очень здорово, если вы будете покупать в детские сады, потому что экран большой, это вам не в планшет пялится. Доступно ли это к покупке и безопасно? Данный стол, как я вам обещал сказать цену, стоит в районе 190 тысяч рублей. Например, вы можете купить либо интерактивную панель, но там, опять же, не будет этих игр, 275, а не забывайте, что вы покупаете за эти деньги. Последняя панель, которую мы продавали, она была от, получается, 230 тысяч рублей. Не забывайте, что здесь встроен компьютер, и вы можете что-то дополнительно устанавливать. И вот здесь вы будете уже решать, что вам приоритетнее. То есть прогнать большое количество детей именно, чтобы они здесь занимались, или купить какое-то настенное решение, где дети будут как бы второстепенно к нему подходить. Прежде всего, вы будете для презентации, для совещаний использовать интерактивные панели эти. А уже на втором плане для занятий, потому что стол можно занести в общедоступное место. Покрытие у нас здесь антивандальное, и пусть детки с ним занимаются, запустили какие-то игры. И получает удовольствие. Плюс вы, прежде всего, платите, конечно же, за содержимое, именно за программы. Ну что, друзья, какие впечатления у меня после распаковки вот этого стола? Собственно, что я хотел, то я и получил. В принципе, такие решения должны быть в учебном заведении. Должно ли быть оно в каждой группе? Точно нет. Оно должно быть в общедоступном месте, туда, куда педагог может выводить часть детей. Да, не все 30 человек у нас начнут дубасить по этому защитному экрану. Тут, кстати, его повредить, это еще умудриться надо. Вот. А какая-то небольшая группа, чтобы им можно было управлять именно этой подгруппой. Что еще? Игры, которые есть, достаточно интересные. Вы сами видели, что сопровождение взрослого в играх как бы нет необходимости его, чтобы там пояснять все доступно и понятно. Единственное, что нужно сформировать привычку работы с этим столом, чтобы дети не толкались, но это вы делать умеете и справитесь. Формат именно, когда вы даете детям работать на столе и решать какие-то задачи, очень интересен. Плюс хорошие широкие поля, когда вы можете вот так облокотиться. Дети это будут делать, пока ожидают своей очереди, могут постоять, посмотреть, что происходит. Экран большой, это очень хорошо, 32 дюйма, представляете? За счет этого есть вероятность того, что зрение у наших деток не упадет. Это вам не в планшеты смотреть. Поэтому решение интересное, хорошее. Посмотрим, как зарекомендует себя именно этот производитель и как часто к нему будут подходить дети. Одно из самых главных вещей в современном образовании – это обеспечить доступ к интерактивному оборудованию, чтобы педагоги не боялись, а дети, если хотят, могли подойти и позаниматься. Вот. Поэтому здесь как бы мяч на обеих сторонах поля. С одной стороны, производитель должен дать хорошее решение, а с другой стороны, вы должны организовать процесс взаимодействия с этими решениями. И на этой славы на нойте я прощаюсь с вами, друзья. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И до новых встреч. А о судьбе этого столика я обязательно сниму вам маленькое короткое видео в шортах. Те, кто нажмет колокольчик, это увидят. Намек поняли? Желаю вам ответов на ваши вопросы. До новых встреч и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова